Университетский венчурный фонд имени Лобачевского и инновационный технопарк «Идея». Цепочка достаточно длинная, складывается, она постепенно наполняется и совершенствуется, потому что все это связано с федеральным проектом платформы университетского технологического предпринимательства, в которой есть и однодневные тренинги для студентов, и акселерационная программа, в которой вот сейчас студенты КФУ участвуют, и в ближайшее время у нас будет демо Дэйна, на которое отобрано более 60 проектов, и из этих 60 проектов дальше, во второй этап, пройдет еще 20. Сюда же входит и университетская стартап-студия, соучредителем которой является КФУ, и много других программ, и вот в этой цепочке развития встал еще и фонд Лобачевского. Наиболее интересными для фонда будут считаться проекты, которые уже опробируются в условиях, приближенных к реальности. Иными словами, разработки, которые не просто имеют прототипы или демоверсии, а уже готовы к дальнейшему производству. Отметим, что размер инвестиций достигает 40 миллионов рублей. У нас есть тренинги предпринимательских компетенций, на которых просто студентов немного погружают в предпринимательство и в проектную деятельность. Есть акселерационная программа, где со студенческими командами уже более серьезная проработка их проектов. Есть конкурс студенческого стартапа. У нас более 100 победителей, ребята, которые зарегистрировали ООО и готовят какие-то свои проекты уже в более серьезной стадии проработки. У нас есть университетская стартап-студия, в которую, кстати, в том числе и победители конкурса студенческий стартап прошли, в них инвестируют, входят в состав ООО и дают дополнительные возможности для развития. Дальше как раз механизма такого понятного не было. И как раз фонд Лобачевского стал такой возможностью для дальнейшего развития. И дальше еще, на самом деле, потолка нет, потому что все зависит от того, что нужно, в каком направлении развиваться. Есть другие возможности для развития, но это уже следующая ступенька. Университетский венчурный фонд имени Лобачевского начал свою деятельность не так давно. На сегодняшний день его специалисты занимаются отбором проектов и ведут переговоры со студентами и представителями вузов. По словам Антона Дыганова, наибольший интерес на рынке представляют проекты таких направлений, как робототехника, химия, искусственный интеллект, энергосбережение и инновации в транспорте. Уровень входа в фонд Лобачевского, когда у тебя не просто прототип есть, если он уже проходит испытания в условиях, приближенных к реальному, то, конечно, вот так сразу перепрыгнуть не получится. И именно поэтому есть цепочка тренинги, акселерационная программа, конкурс студенческий стартап, университетская стартап-студия. И вот дальше-дальше по этой лесенке можно дойти до фонда Лобачевского. И опять-таки есть возможность получить больше средств. Напомним, что по итогам акселерационной программы КФУ будут выбраны три лучших проекта. Их авторов наградят денежными призами, подарками и пиар-сопровождением внутри университета. Карина Саяхова, Тимур Ахметов, Универновости.